В Российской государственной библиотеке реставрируют печатные и рукописные издания 16-18 веков. В отделе редких книг РГБ более 16 тысяч экземпляров кириллической печати этого периода. Треть из них нуждается в реставрации. С подробностями Анастасия Егорова. Это псалтырь 1780 года. Сейчас ее страницы отреставрированы. Но процесс ушел год. Художник-реставратор сшивает тетради по древней технологии. Готовит книгу к переплету. Особенность в том, что шьется на внешних линковых шнурах льняными нитями. И потом делается кожаный переплет. Крышки делаются из досок, обтягиваются кожей и делаются металлические замочки. Переплетать псалтырь будут так же, как и другую богослужебную книгу. А кто их 1594 года? Она уже сшита на станке. Сейчас плетут капталы из льняной нитки. Это старинная техника. Это самый распространенный вид каптала. На пеньковом шнуре льняными нитями оплетается шнур и крепится к блоку. Автор А кто их? Андроник Невежий. Ученик одного из первых русских книгопечатников Ивана Федорова. Книгу передал фонды библиотеки в 70-е годы профессор и известный книговед Алексей Маркушевич. Обложка Актоиха из дуба, обтянутая кожей, еще готовится к реставрации. Как и буковые доски немецкого учебника по фехтованию начала 17 века. Тут все показаны фигуры фехтования. Их там под 100. Листы этих изданий из так называемой тряпичной бумаги. Ее получали перемалывая тряпье и из получившейся массы отливали листы. Первый этап реставрации — отмывание страниц. Их оставляют отмокать в воде около получаса. Вода вымывает желтизну. Затем листы сушат и отправляют к реставраторам. Восполняют утраты бумагой разной плотности. Шелковка — это японская бумага, которая практически прозрачная становится при подклейке разрывов. Особенно в тех местах, где тексты, какие-то сложные рисунки. А чайная бумага, она немножечко поплотнее. К рукописным изданиям подход еще более бережный. Чтобы чернила не вымывались, листы промакивают водой, смешанной со спиртом. Он немножко не дает чернилам войти в процесс разрушения. То есть немножко укрепляет. Реставраторы говорят, в процессе важно не наводить лоск, а оставить следы бытования потомкам. Анастасия Егорова, Александр Подкоха, Новости культуры.